Всем привет! Сегодня очередной эпизод шоу «Нанято», где мы рассказываем, как попасть на интересную работу с крутыми карьерными перспективами и сохранить свою профессиональную релевантность в мире искусственного интеллекта, тиктока и постправды. Хочу посвятить этот выпуск блогеру Аси с канала «Все работы хороши». Давича, неисповедимый алгоритм ютуба, предложил мне его серию «Прочитай город». И это было вдохновляюще. Не на рассказ про собесы на продавцов-консультантов, но на изложение большего контекста вокруг собеседований из наших эпизодов в формате забавных рассказов, историй и по большей части жизнеутверждающих мемов и фильмов. Короче, посовещались мы тут с Лёхой Кузнецовым, директором монтажа, и решили, а давай-ка клёвый формат братюни позаимствуем. «Почему нет? Ну почему нет?» Ну вот и заимствуем. Братюня, тебе привет и наш блогерский респект. Дисклеймер. Этот эпизод выходит при поддержке и спонсорстве компании «Ситимобер», за что им низкий поклон. Так что, как вы верно догадались, коварных разоблачений и печальных историй об измерительном труде за 43 рубля в час сегодня не будет. Зато вы увидите пример того, что нужно знать и уметь, чтобы вас взяли в будущее. Тут на экране появляются ссылки на наши соцсети, куда вас покорнейше прошу проследовать. Особенно в Телеграм. Писать там проще, чем снимать, и поэтому наших забавных мыслей и изъявлений там поболее будет. Как всегда, лайк, шер, коммент. Кстати, говорят, неисповедимый YouTube любит комментарии от пяти слов. Напишите такой, и буду вам признателен. А если расскажете о нашем шоу друзьям в личных сообщениях на обеде или на очередном зуме, получите плюс 100 к армии и плюс 5 к харизме. Что ж, давайте к делу. Переносимся в далекий 2007 год. Настолько далекий, что некоторые наши зрители тогда пешком под стол ходили. Правда, не настолько далекий, чтобы кому-то из них уже был актуален сегодняшний выпуск. А для остальных олдов напомню, какие захватывающие вещи произошли с нами в 2007 году. Джон Роллинг наконец-то дописала долгожданную финальную книгу Паттерианы «Гарри Поттер и дары смерти». Молодой волшебник вырос, как и его читатели. Все население необъятной до 35 лет бросилось регистрироваться во ВКонтакте, а после 35 – в одноклассниках. Помните, как кидали друг другу на стены забавные картинки, добавляли друг друга в друзья, все еще поздравляли с днями рождения и услаждались неограниченной пиратской музыкой. «Кто успел, тот и съел». Геймеры дождались выхода культового сталкера, в простонародье «Ждалкера» и «Ассасинс Крид» с его средневековыми пируэтами. Правда, в 2007 году быть геймером было совсем не круто. Бесконечное порицание от родителей, отсутствие каких-либо карьерных перспектив… Не то, что в 2021 году, когда победителей чемпионата мира по ДОТе поздравляет сам бессменный лидер нации Владимир Владимирович. Кстати, мы поняли, что он наш бессменный лидер нации именно в 2007 году. Тогда же познакомились со сменным лидером Дмитрием Анатольевичем. Тогда же, в 2007 году, Запад заполучил рупор свободы слова «Wikileaks», которых с тех пор с переменным успехом пытаются заглушить. А мы – Олимпиаду в Сочи 2014, которую с тех пор так и не смогли окупить. Деньги есть. Однако, пожалуй, самое памятное событие 2007 года – это выход первого айфона. Именно ему суждено было изменить, как мир создает и потребляет информацию. Из чего, в конечном счете, и строится сегодняшний рассказ. Помню забавный случай из 2007 года, хотя в тот момент он не казался забавным. В достаточно холодный сентябрьский вечер. И одет я не по погоде. Иду на метро, чтобы доехать до общаги МГМО на профсоюзной. Спускаюсь на станцию «Деловой центр». Проездной еще не успел оформить, поэтому нужно купить билет. Смотрю – кошелек, а кэш весь истратил. Только банковская карточка. Ну, ок, думаю, заплачу карточки – это ж деловой центр. Спасибо центру за это. Подхожу к кассе. И ни хрена. Карточки не принимают. Только кэш. Банкоматов поблизости тоже нет. Автоматов по продаже билетов тоже, конечно, нет. Гугл-карт еще нет, чтобы банкомат загуглить. Айфон, может, и есть, но не у меня. Прохожие ничего не знают, конечно, как всегда в Москве. Есть же Ситимобил. Он появился чуть раньше, в том же 2007 году. И тут могла бы быть идеальная рекламная интеграция спонсора. Нет. Но не будет. Потому что про Ситимобил я тогда, конечно, ничего не знал. Знал про бамбил, которых можно ловить на дороге. Сначала машину купят, потом права, а то, что ездить надо уметь. Куда? Ну, бамбил нет терминала для оплаты. И перевести на карту Сбера тоже нельзя. Мы же в 2007 году. Короче, страх и совесть, в большей степени страх, не позволили мне ехать зайцем на метро. И я шел два с половиной часа пешком в общагу, проклиная московский транспорт. Потом еще и простудился в придачу. Думал в этот момент, как было бы круто иметь телепортацию. Тогда к чему это я все? У людей, про которых буду сегодня рассказывать, есть видение, как создать аналог такой телепортации. Городской мобильности, не привлекая внимания санитар. И есть возможность к этим людям примкнуть. Смотрите далее, как именно. Не, я имею в виду не к санитарам, а к людям-телепортаторам. Хотя к санитарам тоже можете примкнуть. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Но не в этом видео. Как же строить телепортацию, не привлекая внимания санитаров? Привлекая данные с айфонов и андроидов. И ловко орудиями. А как это работает, расскажу через минуту. Помните, как в 90-е и даже в 2000-е считалось престижным быть юристом или экономистом? Ходить в костюме... Ну, в таком костюме я, конечно, вообще... Алло, здравствуйте. Да, я не могу с вами говорить. Я слишком ответственный, чтобы говорить. Сидеть в теплом кабинете с евроремонтом. Обедать в кафе и двигать бизнес вперед. Получая большую и белую зарплату. Надо было мне сразу директором. Это так хорошо. Сидишь, ничего не делаешь. Вот с таким звуком разбились иллюзии. На вершине экономической пирамиды, если не считать приближенных к скормушке, оказались технократы. Вчерашние гики, штудировавшие математику и программирование. Хорошая новость. В их ряды можно перекатиться без формального образования. Тем же экономистам и даже иногда юристам. Но это тема другого разговора. А как так вышло? А вот как. Всему виной вот этот человек. Эндрю Ынн. Профессор Стэнфорда. Основатель Coursera. Google Brain. Стартапер. Студент. Комсомол. Спортсмен. Венчурный капиталист. И просто красавец. Это он сказал в 2008 году примерно следующее. Эй, ребята, давайте запускать всякие наши хитрые алгоритмы глубокого обучения на видеокартах. Хватит им тинейджеров развлекать. Пусть работают. А тинейджеры пусть учат машинное обучение на Coursera. Так что, когда будете покупать следующую видеокарту и искать виновного в заоблачных сценах, вспомните Эндрю Ынна. Ну и криптомайнеров, конечно. Дело в том, что многие алгоритмы машинного обучения существовали аж с середины 60-х годов прошлого века. Разрабатывали их мало кому известные и толком никем не финансируемые ученые математики по всему миру, в том числе в Советском Союзе. Круг применения алгоритмов был узор, ибо не было вычислительных мощностей и не было данных. С вычислительными мощностями помогло решению Эндрю Ынна. А с данными интернет, Google, SQL и впоследствии Стив Джобс с айфоном, которого мы уже вспоминали. И понесся искусственный интеллект. Распознавание котиков, собачек, победа над человеком в ГО, фейковый Дональд Трамп, диагностика заболеваний, алгоритмическая торговля, самоуправляемые автомобили. Все это оказалось под силу искусственному интеллекту. На беспилотнике я катался два года назад на митапе разработчиков и водил он действительно лучше меня. Правда медленно. И периодически путал выхлопные газы от фуры со стеной. Кстати, в чем отличие между машинным обучением и искусственным интеллектом? Если оно написано на питоне или другом языке программирования, то это машинное обучение. А если оно написано на слайде PowerPoint экономистом или юристом, то это искусственный интеллект. Окей, а при чем тут сети мобил? Это отличный вопрос, Настя. И отвечу я на него... ...прямо сейчас. Правят искусственным интеллектом всяческие дата-спецы. Дата-аналитики, дата-инженеры, дата-сайентисты, разработчики больших данных и так далее. Отличают эти профессии степень погружения в разработку, математику и бизнес-проблемы. А объединяют возможность создавать умные продукты и услуги. И еще одна вещь. Зарплата в несколько сотен тысяч рублей. Вот что я нашел в кармане! Ваша зарплата за год! Вот, кстати, скрины с реальными постами о зарплатах из Community Open Data Science, где обитают многие русскоязычные дата-спецы. Зарплата разных компаний вполне репрезентативная. Как видите, свежий выпускник запросто может зарабатывать 150к рублей, а Team Lead — 400к рублей и больше. Зарплаты дата-спецов в сети мобиле раскрывать не буду, ибо они сильно зависят от роли и требуемого опыта. А комбинаций — великое множество. Но зарплата точно вас не огорчит. Допонентный бонус — приятный рабочий график и офис с пинг-понгом и даже комнаты для сна. Это уже кадр непосредственно из офиса сети мобилы. Тут ребята в ПСК решили порубиться. Ладно, не будем им мешать. Теперь давайте вернемся к тому холодному сентябрьскому вечеру 2007 года, когда я шел до общаги пешком и простудился. Когда-то спецы в сети мобиле помогут вот таким бедолагам. Что это за телепортация, которую они строят? Рискую насобирать дизов от всех поклонников братьев Стругацких. Сразу скажу, что 0T-кабины по всей России сети мобил ставить пока не планируют. Риманова складка еще не проколота, хотя над этим, скорее всего, уже работает. Но, как и 0T-кабина, сети мобил решает задачу максимально эффективного перемещения людей и вещей из точки А в точку Б. Постоянно расширяющимся набором инструментов. Такси — лишь один из них, как 0T-кабина. Мы уже смотрим на сети мобил как на некий сервис городской мобильности. И тут есть и каршеринг, и самокаты. Думаем в сторону общественного транспорта. И, наверное, скоро еще что-нибудь новенькое придумаем и порадуем наших пользователей. На самом деле, даже без мультимодальности задач для дата спецов в такси хватает. Прежде всего, приходится разбираться с ценообразованием. Пассажиры хотят уехать в сию минуту, добраться до места назначения, где бы оно ни было, молниеносно и заплатить за поездку как можно меньше. Водители же хотят избежать простоев и получить адекватные деньги за свою работу. Ну что, ребятишки, ехать надо, как говорится. И те, и другие часто жалуются на цену, но в разные стороны. Подружить их запросы — тот еще квест. Решается он не подбрасыванием монетки, не буллингом одной их сторон, а математическими методами. Максимальная эффективность достигнется, как мне кажется, тогда. Ну, как бы наши пассажиры хотят, все люди на земле, наверное, на самом деле, хотят меньше платить и очень быстро уезжать. Это основной их так называемый утилити, да, и полезность в использовании сервисом. Это как можно меньше ждать подачи авто и как можно меньше за это заплатить. У водителя как можно больше заработать в единицу времени. Эти две вещи друг с другом конфликтуют. Решить эту задачу максимально эффективно, как мне кажется, да, это мое личное как бы наблюдение, чтобы водитель, который выполняет заказ, точка B у пассажира заканчивалась, стояла в том географическом месте, где поступит прямо через секунду следующий заказ. То есть он едет, выполняет этот заказ, останавливается, и через секунду ему прилетает заказ, который находится в двух метрах от него. Здесь что получается? Мы разорвем вот этот порочный круг влияния плотности, и получится, что водитель максимально утилизирован, то есть он постоянно находится на линии, он не ждет заказов, у него постоянно этот приток заказов происходит. Время подачи минимально, потому что его следующий заказ находится прямо в двух метрах от него, и это позволяет чуть-чуть снизить, держать чеки более низкими и обеспечивать низкое время подачи – два метра. А водителя максимально утилизировать и максимизировать его заработок. То есть фактически нужно научиться делать так, чтобы машина приезжала, ехала туда, где через секунду будет следующий заказ. Да и кроме динамического ценообразования задач немало. Разработка механики распределения заказов, субсидирование клиентов и водителей, его сервисы всякие, да еще и борьба с мошенниками, типа телепортирующихся водителей, бот-сетей и недовольного рекламными компаниями мужского государства. В общем, повезло тем, кто в детстве ботал математику и программирование. Кого ищут в аналитические команды CityModel? Мы на самом деле ищем очень много людей, но постоянно ищем и всем разной специализации. Ищем как бы дата инженеров, ищем системных аналитиков, бизнес аналитиков, продукт, маркетинг, операции, технических продуктов, разработчиков, дейта сайентистов, алгоритмистов. Ищем разного уровня от стажеров и джунов до руководителей отделов и направлений. У нас достаточно много людей, которые заканчивали МФТИ и перешли в Рэш. Это достаточно хорошая комбинация, потому что у них очень сильные хардскиллы и бэграунд технические есть. Они понимают, как в том числе разработка устроена, что такое высокие нагрузки и так далее. Мы где-то об этом, по крайней мере, слышали. И Рэшка дает им еще какой-то очень неплохой экономический, и это прям достаточно хорошая комба. Хорошо, а что, на твой взгляд, required? Что такой минимальный базис, на который же можно все надстраивать, но без которого вообще не справишься с работой? Структурное мышление, умение излагать свою мысль – это номер один. Дальше технические скиллы. Я не знаю, стоит ли там прям подробно говорить, мне кажется, я не совсем уже релевантен и компетентен в том, чтобы говорить, какие мы там технические скиллы проверяем на ходе, потому что я провожу только финальное интервью. Но обычно у нас какое-то техническое задание есть и так далее в целом. Все зависит еще от того, какую там задачу человек должен решать. У нас есть, так скажем, классическая дата-аналитика. Здесь, наверное, меньше упора в то, что человек знает, что такое какие-то нейросети и так далее и тому подобное, а в том числе как делать базовый анализ данных. А это очень структурное мышление, что такое воронка, как считать метрики. Обязательно, конечно, SQL. В любом его виде. Мы в любом случае научим кварить ClickHouse и Exosol. Но данные — это 80%. Уметь джойнить нужно. Это несложно, но нужно. Это тоже required. Как прокачать структурное мышление я рассказал в комментариях к видео. А более технические навыки сейчас увидим на интервью дата-аналитика в ценообразовании и распределении заказов. И вот сейчас будет куча комментариев в стиле «смотреть с этого тайм-кода». Так что для вас, любители тайм-кодов, самое время. Хорошо, Тёма, переходим к делу. Давай ты, наверное, сначала немножко расскажешь про свой опыт, а потом я буду задавать разные вопросы уже по предмету нашей вакансии. Разные каверные вопросы, как мы любим. Итак, всё началось очень давно. Где-то лет десять назад, соответственно, я поступил в Бауманку. Закончил. Там была кафедра, связанная с логистикой. И где-то на последнем курсе я решил, что что, лентяничать, пора работать. Соответственно, устроился в страховую. Разработчиком на ВБА всяких страховых калькуляторов. Так что могу с некоторыми людьми поспорить, что Excel — это отстой. В принципе, это очень хороший тул. Вот. Соответственно, потом я перешёл в дистрибуторскую компанию. Занимался аналитиком продаж. То есть мы анализировали различные маркетинговые акции по зажигалкам, Red Bull и всяким таким штукам. Потом я попал в Альфу. Я был таким data-analytic slash data scientist по различным бизнес-процессам. Да, мы оптимизировали различные бизнес-процессы. От валютного контроля, оптимизации численности в банковских офисах. Много всего делали. Потом на короткое время я очутился в купивипе. Вот. Это e-commerce, я думаю, все знают. Это Lomoda и всё остальное. И там я делал различные сортировки товаров. Ну, такие небольшие эвристики мы делали. Какую-то тоже аналитику по данным, по продажам, по тоже складу и всё остальное. И потом меня затянуло в Home Credit. Вот. На аж почти четыре года. Там я был очень много кем. Я даже начинал с системного аналитика, заканчивал архитектором. Вот. И посерединке большая часть был data-analytic, data scientist. И в основном все были проекты, связанные с риском и CRM-департментом. Да, то есть это, например, поиск там аномалий в транзакциях. Это подключение различных внешних источников от БКИ, да. То есть от бюро кредитных историй. Они там предоставляют различные антифродовые сервисы. И мы подключали, смотрели, это нам нравится. Это стоит того, не стоит того, или это у нас уже есть. Вот. Это был такой очень глубокий опыт. И потом, по течению вот этих лет, веков, я решил попробовать себя за границей. И оказался в Jam City. Jam City, маловероятно, что кто-то знает. Да, я думаю, я тоже не знаю, что это такое. Вот. Это американская компания, которая занимается мобильными играми. Она довольно большая, там около тысячи человек. Но наш, именно наша студия, наш офис был единственный европейский. И там был человек 25. И я был вот единственным человеком, кто был ответственен за все манипуляции, с данными. То есть это начинает визуализация данных, там каких-то ключевых продуктовых метрик, каких-то новых, каких-то воронок. Это анализ текущих проблем. Да. Допустим, анализ игровой экономики. Это создание каких-то моделек. Да. То есть у нас, допустим, не было никаких персонализированных оферов. И мы как-то это решили сделать. Сделали это, так, кое-как через предсказание LTV. И в зависимости от него мы там показывали, допустим, много рекламы, мало рекламы, хороший оффер или плохие офферы. Вот. И сейчас я вот недавно закончил как раз, вернулся в Россию-матушку и готов открыть. Расскажи просто про самые интересные, наверное, проекты за все время. Можно из HomeGrid, можно из Jump City или, может быть, более раннего опыта, что тебе больше всего запомнилось, понравилось. Да. Ну, да. Расскажу самые недавние, да. Не уверен, что он прям в топ, ну, самый интересный, но в топ-3 точно входит. Поэтому, я думаю, достаточно. Это как раз про LTV и про рекомендации. Понятно, что задача начиналась не с какой-то постановки в жире или в комплюнити, а начиналась с того, блин, у нас что-то как-то revenue не скачет, у нас retention что-то пошел вниз и тому подобное. Да, что-нибудь придумаем. Вот. Мы подумали, да, то есть у нас нет персонализированных никаких офферов. И решили, давай поймем, у нас вообще сколько клиент может принести денег, да, и мы должны это понять впервые, там, ну, не минуты, понятное дело, но дни. Вот. Соответственно, стали собирать данные. Проблематика там, что у нас нет никаких персональных данных, то есть мы не знаем, сколько ты играешь в игру, сколько тебе, там, 25, 45, женщина, мужчина, там, банкир или кто-то еще. Соответственно, у нас есть только откуда ты пришел, какие-то engagement метрики, да, за первую, там, неделю, две и тому подобное. Это количество сессий, количество времени, которое ты потратил, сколько дней ты подряд играл, ну и тому подобное. Вот. Потом я посмотрел, соответственно, на средний жизненный цикл наших клиентов, да. То есть в среднем оно примерно было, подходило под нормальное распределение и где-то около месяца жил наш клиент с нами, да. Потом он, там, 50 случаев уже свалил от нас. И, соответственно, мы решили, что нам надо собрать данные за первую неделю и за вторую неделю и, соответственно, вот две модельки такие, что предсказывать уже LTV и, соответственно, от этого мы идем наши офферы, наши там рекламы и тому подобное. Это было довольно проблематично, да, потому что там много данных не было, отсутствовало, там, какие-то ивенты вообще, они, мы дизайнили так, что они в начале должны нам возвращать данные, а они возвращали в конце. Вот. И у нас был довольно большой объем данных, то есть, на самом деле, там все, ну, не ДВХ, но хранилище было парочка петабайт, наверное. Вот. И это все на Data Bricks, на Data Bricks все вертелось. Было довольно модно современно, но тоже тяжело вертеть, когда у тебя такие объемы данных. Вот. Но мы постарались исправить большинство, вот, соответственно, собрали определенный пласт данных, да, по нашим клиентам, там, за неделю, за две и, соответственно, начали, там, предсказывать наши, там, в лоб пошли, там, взяли, там, Random Forest первый этот, какой-то бейзлайн и зафигачили. Вот. Соответственно, потом мы сделали чисто по бизнесовым нашим знаниям, что, допустим, если наше предсказанное ЛТВ меньше пяти баксов, да, то мы ему фигачим, бомбардируем рекламу, да, все равно он там ничего не купит, ну, что с него взять, кроме как рекламу ему зафигачить. Вот. Если хотя бы, там, от десяти долларов, то уже есть шанс, можно ему поменьше рекламы и показать, там, хотя бы какой-то офер такой, чтобы его соворотил немного. Вот. И, соответственно, провели какой-то АБ-тест. Ну, не какой-то, а совершенно определенный. Совершенно правильно. Хорошо. Да. Он, мы рассчитывали, на самом деле, то есть мы метрику ставили не какие-то там деньги и тому подобное, а вот retention и какие-то engagement метрики, да, то есть чаще ли он стал играть и тому подобное. вот он показал, соответственно, на проценте от нашей популяции довольно статистическую значимость и мы решили его дальше раскатывать. Ну, понятно, что не сразу на сто процентов, а там постепенно, то есть один, два, пять, десять и там подобное. И вот. А интересно, потому что, во-первых, я, по сути, был один и я только там дергал ниточки, кто бы мне помог, там, не знаю, по инфраструктуре, по какому-то там бизнес-процессам. И вот от начала до конца я был один и, соответственно, кооперировался вместе со всеми нашими коллегами. Это было довольно прикольно. Окей. А чем все закончилось в итоге? То есть вы раскатили, все прекрасно? Да. То есть много денег принесло? Да. В конверсии, то есть именно в количестве не игроков, которые перешли в игроков, около, наверное, полпроцента. Для нас это все бомба и шик. По деньгам мы тогда еще там особо не считали, потому что мы именно на рост шли, да, то есть чтобы больше просто конверсия, там Daily Refusers и тому подобное. Вот. И сейчас, ну, я уже ушел, но планировали уже там внедрять какие-нибудь именно рекомендационные там системки несложные. Когда мы делаем AB-тест, например, не 50-50, как по классике, а, например, 99% к одному проценту, что меняется? Ну, во-первых, для чего мы вообще это можем делать? Страшно, потому что… Да, в моей практике это вот именно, ну, две, на самом деле, две причины. Первая – это страшно все упадет и мы все разбежимся и обанкротим компанию. Или второй вариант – это мы уже, в принципе, догадываемся по каким-то там ретроспективе и так далее, что вот этот вариант может принести намного больше денег. Соответственно, ставим такое соотношение, там, проверяем и уже все идем дальше, чтобы не терять вот эту недополнительную прибыль. Нет, а с точки зрения статистики, там, как-нибудь мощность, критерия, там, выборку нужно как-то считать, то есть, что вот под капотом AB-теста, а не с бизнесовой точки зрения? Да, да. Ну, под капотом, соответственно, по выборке, она, соответственно, увеличивается, да, потому что мы, когда считаем необходимую выборку, да, то есть, нам нужна, понятно, мощность, понятно, там, какую-то статистическую значимость и, там, необходимый детект, да, ну, как-то эффект, эффект, да, измеряемый эффект. И, соответственно, вот на эти две группы мы там получаем, не знаю, 10 тысяч людей. Вот, соответственно, нам надо, чтобы это соотношение было таким же, каким мы распределяем вот AB-тест, да, то есть, там, 99 на 1. Ну, 99 на 1 – это такой прям экстремальный. Ну, я вот, например, не важно, да, можно 90 на 10 снизить. Да, по поводу мощности критерия надо сейчас подумать, то есть, мощность – это у нас вероятность того, что мы правильно, как бы, правильно заполучим эффект, когда он в реальности есть, и надо подумать, то есть, если мы разделим его на 1.99, он, ну, по логике, да, он уменьшится. Почему? Тут сложно сказать. Ну, на самом деле, да, там есть некоторые нюансы с проведением тестов не 50 на 50. Ну, мы, наверное, чуть попозже к этому в рамках, в рамках моих камерных вопросов про это поговорим. Скажи, пожалуйста, а с какими вообще стаками ты работал, вот, в Databricks, ну, там, для России это не очень популярно, наверное, стак, а какие, может быть, ты в Home Credit и с каким вообще я технологиями сталкивался? Да, ну, начнем там с простенького визуализации, то есть, это, понятно, табло. Иногда пользуюсь Redash, но так вот для прототипирования. По BD-шкам понятно, что Home Credit – это банк, и там ты не засунешь на какой Databricks или что-нибудь такое. Да, да, да. Поэтому там у нас стоит Oracle. Ну, классический уже. Да, Oracle, SQL-like базы. Да, 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 ничего такого. То есть, Mongo мы там не ставили. Окей. А, соответственно, программируешь ты на Python или? Ну, Python и SQL. Окей, окей. И VBA. Как же? Да, без VBA. Окей, хорошо, расскажи, пожалуйста, тогда про VBA. Я сам когда-то очень давно писал VBA. Я тоже. Да, да, да. Вот. В чем, ну, ты говоришь, что в Excel там все хорошо, а в чем ты видишь ограничения тогда VBA? Почему весь мир сейчас пользуется Python? Ну, потому что в основном VBA, он именно для Excel. Ты не можешь его вывести куда-то наружу, куда-то поставить какое-то внешнее приложение. Ты можешь, конечно, это там есть… Не-не, с этим понятно, да. Вопрос именно в рамках синтаксиса, в рамках богатства функционала. То есть, условно, давай представим, что написали суперкомпилятор на VBA, который там суперудобно сделали Юпитер ноутбуки под VBA. Какие ты видишь, может быть, ограничения в языке? Ну, именно в самом языке это надо подумать. Он был давно. Но в плане библиотек понятно, что он намного беднее. То есть, сейчас уже там на Python сделано куча всего, и делать это на VBA не представляется возможным. Вот. Именно в самом языке. Ну, мне кажется, просто расширяемость у него очень неудобная и вообще никакая. Ну да, но это именно вот в плане… Окей. Последний вопрос по твоему опыту. Соответственно, почему ты как раз ушел и что ты сейчас ищешь? В чем там твоя мотивация? Почему ушел? Ну, первое – это я вернулся в Россию. Да, по многим… По понятной причине, да? Да, по многим причинам. И второе – там стало чуть-чуть скучновато, потому что команда маленькая, и когда оттуда уходят два ключевых продакт-менеджера из двух команд единственных, и фокус так немного смещается с аналитики, там, на просто поддержку, да, не на развитие, то там становится чуть-чуть скучновато. Ну вот. Ну окей, а что ты сейчас вот еще, чтобы какие-то задачи мотивировали, были бы интересными? Да, во-первых, я люблю микс, да, задать, чтобы не только заниматься, я не знаю, какой-то вот узкой частью, а там чутка и какой-то продукт-аналитики, и там чуть-чуть там визуализацию показать, и пообщаться насчет того, как там бизнес, допустим, оптимизировать, ну, в таком ключе. И плюс мне важно, чтобы, понятно, что мы там проверяем какие-то бизнесово-продуктовые гипотезы, да, но чтобы это именно были продуктовые гипотезы. Перейдем непосредственно уже к нашим вопросам. Начнем мы со SQL. Понятно, что данных всегда нужно как-то уметь выгружать, поэтому, собственно, вот поговорим небольшие вопросы про SQL-секцию, а дальше перейдем уже к непосредственно бизнес-кейсам и связанным с ними каким-то статистическим задачам. Итак, давай представим, что у нас есть, можно, да, прописать, наверное, у нас есть простая табличка в базе данных, у нас есть всего два поля, есть user-id, это какое-то int-овское поле, и есть второе поле, довольно называемое log, оно отражает какое-то действие, и оно просто в нем хранится data time, то есть когда это было действие совершено. И, соответственно, здесь по этому могут быть разные юзеры, и каждое их действие отражает вот это такой простой табличке. Я хочу найти среднее количество действий для каждого пользователя в день. Ну, я назову таблицу tbl. Ну, да, можно tbl, можно как угодно. Так, соответственно, мы, что нам нужно? Нам нужно user-id, нам нужно день, это зависит от… Ну, синтаксис, да, но вот у нас есть какая-то функция, которая… Да, да, да. Ну, date, например, да. Да, там может быть какой-то этот формат, но оставим без него. Да. sday, и, соответственно, нам что нужно? Нам среднее количество в день. Ну, среднее, да, сколько в среднем пользователя совершает действие в день. Да. count. 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 nr1. Одно действие в среднем, а второе или нам... Нам нужно в среднее, да, в среднее как бы в день. То есть если он какие-то дни пропускал, но дни же не существовали, значит, в эти дни как бы был ноль. А, ну, то есть нам надо просто юзер-ид и среднее количество в день. Да, в среднее, да. Ну, тогда мы это, скажем так, обмундируем в KTE. Из этого мы сликнем сейчас я from KTE, значит, у нас будет юзер-ид average-кнт. Я надеюсь, понятно. Кнт. Ну, примерно так. То есть первое-десятое нам даст среднее, там, 1 плюс 5 пополам. Не, ну, у тебя же действие, ты как бы... В чем проблема? Что есть пропущенные дни. То есть условно, вот что выдаст твой запрос, если у меня вот есть... Давай табличку напишу, например, просто. Допустим, у нас всего один пользователь. Ну, там, здесь юзер-ид. У него один-один. Ну, и сразу date давай возьмем просто тип. Это условно первое число и десятое. Вот я хочу для такой штуки получить, что первый пользователь в среднем, соответственно, делает две десятых действия в день. Ну, поскольку вот у него второго числа ничего не делал, третьего числа ничего не делал, четвертого... А-а-а, я думал именно, что по его активным дням. Нет, я хочу в среднем. Я не говорил про активные дни, я говорю просто в среднем по дням. А вот это, кстати, было не очень. То есть, с одной стороны, он вроде как бы отвечал на вопрос, но с другой стороны, было явно видно его невнимательность. То есть, он не обсудил важные корнер-кейсы, и ему пришлось на них наталкивать. Так. Да, да, у нас вопросы как бы они подразумевают, что я могу уточнять что-то по ходу, что-то говорит нечеткое. Это нормально, как я могу говорить что-то нечеткое. Так, если нам, соответственно, у нас получается здесь две... А, ну здесь по одному действию, по одному действию, все понятно, две десятых, все. Это логично. Ну, тогда мы начнем с... То есть, нам надо, по сути, выбрать разницу между максимально-минимальным временем, посчитать сумму действий, одно поделить на другое. Да, да. Ну, можно, я думаю, не писать, более-менее понятно. Да, да, да. А есть еще один нюансик. Это уже интересно. К этой же штуке. Давай представим, что сегодня не десятое число, а двадцать пятое. Как тогда в этом случае поступить? Потому что дни идут, а пользователь, ну, типа, перестал пользоваться, но мы считаем, что он же средний. Ну, просто можем current day поставить. Да. Окей, это была простенькая задача для разминки, и мы с ней справились. Теперь давай сделаем сложненькую задачу. Та же самая табличка. Есть user ID, есть лог. Мы будем называть активными пользователями, которые пользуются нашим приложением, ну, то есть отражают что-то в лог не реже, чем раз в 24 часа. А, соответственно, другие пользователи, будем называть их неактивными, в том смысле, что они не так активно пользуются нашим приложением. Вот я хочу вывести всех неактивных пользователей из этой таблички. Так, значит, мы активных считаем те, кто совершили хотя бы одно действие в течение дня. Ну, не в течение дня, а раз в 24 часа. Раз в 24 часа. А, ну тут у нас date plus time. Ну да, data time поле. Так, то есть, допустим, если вот этот человечек, он совершает сегодня, через 20 часов, а следующее через 60 часов, то он неактивный. Нет, совершенно верно. Ну, то есть, если, например, он совершил сегодня в 7 утра, а завтра в 23 вечера, несмотря на то, что он делает это каждый день в рамках нашего подхода, он тоже неактивный. Поэтому нам нужно вот найти, соответственно, всех неактивных. Так, ну здесь, я думаю, нам понадобятся, к сожалению или к счастью, оконные функции. В таком случае, у меня только такое решение пока. Кстати, вот это было очень круто, мне прям очень понравилось такое, думаю, вау, сейчас будет огонь. Ну да, мне кажется, что это хорошее решение. Так, значит, нам надо select userid, date, так. Ну, можно не сточить сюда синтаксис, можно просто назвать оконную функцию, что она делает, там можно где-то там скобочку перепутать, это, в общем, мы не это оцениваем. Да, понятно, overpartition, там by, понятно, userid, по-моему, это lead, да, то есть это мы ищем, ну здесь не обязательно предыдущие или последующие, тут, в принципе, разница небольшая. Ну, мы сейчас это обсудим, тут есть некоторое, возможно, возможно. Ну, давай сейчас пока начнем с простого решения. Да, хорошо, вы взяли lead, lead дает следующее значение. Да, то есть from, наша TBL, это мы обмондируем тоже в command table expressions. Так, и, соответственно, там следующее. Ну, можно просто как табличку, там, T1, например, назвать ее, чтобы просто удобнее было писать. Да, T1, так, ну мы это назовем, так, лид это next, ну, то есть following date, да. Ну, окей, да, окей. Потом у нас есть T2. Да, я никогда не словил своим почерком. Не, ну ты главное комментируй, то есть. Да, 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 то есть мы должны теперь посчитать разницу, да, между последующим и предыдущим. Так, user ID, date, fdate, и fdate, минус date, from T1. Ну, в принципе, почти все. Теперь нам надо просто T3 вытащить всех пользователей, у которых, ну, вот этот div мы назовем. У которых div больше 24 часов. Так, и это, ну, просто, соответственно, select звездочка. From T2. Ну, здесь можно звездочка, да, здесь можно distinct users. Ну, понятно, distinct users, да, согласен. Да, distinct users. А из нашей предфинальной таблички, где div больше 24 часов. Ну, это должно что-то работать, я думаю. Ну, плюс-минус. Плюс-минус, да. Ну, вот есть вот пара краевых случаев, хочется их добить. Сейчас, давай тогда пример просто сделаем. Так, я думаю, легче будет. Да, давай. Ну, можно вот этот взять как раз. И здесь вот, например, на такой. Давай допишем как раз, что функция lead напишет в следующий столбец. Вообще, на самом деле, по-хорошему нужно сначала описать тест, а уже потом приниматься за решение. Да. Ну, допустим, это минуты будут, ну, в общем, 10 минут. Да, здесь будет 10, здесь будет null. Да. Так. 10 минус null. Ну, будет null. То есть, в принципе, мы здесь можем просто сказать, что кейс, когда null, то поставим date-s или current date. Возможно, скорее, current date. Вот, да. Вот это важный момент, что действительно дальше мы должны if null записать current date, потому что мы же до текущего момента. А, ну, да, до текущего. Да, потому что может быть такое, что у нас последний был 10, там, ну, 10 день, 10 число, а сегодня прошло еще после этого 5 дней, и мы его случайно посчитаем. Окей, мы так хорошо справились со SQL, что давай еще одну задачу решим. Она чуть будет посложнее. У нас есть, допустим, у нас, конечно, в жизни все чуть получше, но, допустим, у нас есть такая штука. У нас есть табличка 1, в ней есть user ID, это ID нашего клиента, driver ID, это, соответственно, ID водителя, и время реквеста. То есть, когда пользователь запросил, вот, ну, соответственно, драйвера мы подставили в эту штуку, да, то есть, условно, сначала пользователь запросил заказ, потом появился драйвер, и есть вторая табличка, ну, допустим, мы так сделали, разумеется, в жизни у нас, еще раз повторю, получше, которая отвечает за прием этих заказов. Есть user ID, есть driver ID, и есть time-accepter. Ну, вот. Не всегда реквест заканчивается акцептом. Разумеется, да, ну, как бы, конечно, мы так не храним данные, но вот, допустим, кто по какой-то причине так решил похоронить данные. И мы хотим понять среднее время приема заказа. Так, сейчас это меня надо сообразить. Среднее время приема заказа. Да, ну, то есть, если бы у нас, условно, все заказы, во-первых, принимались, ну, то есть, да, вот, если будет заказ, который, соответственно, драйвер по какой-то причине не принимает, тогда в этой табличке не будет записи. Вот. Мы такие заказы давай просто откинем. То есть, те заказы, которые не были приняты, там, в самом простом кейсе мы их откинем, в самом чуть более сложном, понятно, что просто будет назначен другой водитель. Вот, это тоже нужно было как учесть. Но давай начнем пока с простого кейса. Да, то есть, нам надо посчитать время от реквеста до акцепта. Да. В среднем по юзеру. Ну, в среднем по заказам, наверное, мы хотим. По заказам. В блоке вопросов на SQL я пытаюсь понять, насколько человек хорошо понимает бизнес-сдачу в терминах данных, то есть, насколько он хорошо может с этим разобраться. И вот последняя сдачка, где структура данных настолько плохая, настолько глупая, с которой человек вряд ли мог сталкиваться на работе, как раз и показывает, как человек будет обрабатывать такие сложные кейсы. Так, ну, тогда мы, да, как мы проговорили, то есть, если у нас нет акцепта, то мы такую табличку, ну, не табличку, а строчку не берем. Тогда мы, ну, пока ничего не будем выбирать, мы посмотрим в from. И нам надо использовать, понятно, inner join, да, то есть, table ID 1, join table 2 по, соответственно, user ID, потому что он заказывает, и он основной фасилитатор. Ну, у него много заказов, у каждого пользователя, он же не один раз заказывает такси, он заказывает много такси. Он заказывает, а, логично, тогда просто по двум ключам, да, то есть, по user ID и по driver ID, но это тоже может продублироваться. Да. Именно в этом и подвох это сдача, давай, ну, то есть, понятно, что нужно join, очевидно, по двум полям, вот. А может быть, и по трем. Ну, по трем мы не можем, потому что время request не совпадает с таксептой. Да, но мы можем, допустим, посмотреть, чтобы разница между accept и request была, допустим, как assumption, да, меньше, ну, часов полтора, да, вот так. Ну, мне кажется, очень-очень такое, да, с большим запасом. С большим запасом, да. С большим запасом, да. Ну, хорошо, давай, как это сделать-то в коде теперь? На словах понятно, действительно, выглядит логично. Мы хотим поджойнить юзеров и драйверов, так, чтобы вот эти штуки не сильно между собой различались, а потом, ну, дальше что делать, потом понятно более-менее. Ну, да, то есть, будем мы джойнить юзер-ид. Ну, я не буду устраивать. Ну, да, юзер-ид на юзер-ид, понятно, это драйвер-ид на драйвер-ид, тоже понятно. Да, я просто напишу d1 равно d2, и, то есть, у нас будет time request, и здесь у нас будет time accept, и сейчас я соображу, что здесь надо написать. Так, сейчас, то есть, нам нужно, а, ну, это можно с двух сторон. Ну, наверное, вот так, минус полтора часа. В часах тогда, а шаж здесь тоже, а урс, ну, приведем, понятно, да. Ну, наверное, да. Заберем и посчитаем среднее по, соответственно, этой разнице. Ну, еще там выкинем null, да, если его не было. Ну, то есть, если у нас отцепта не было. Тогда драйвера не будет, и нам он нет. Не, не, почему драйвер, то есть, смотри, вот здесь мы подставляем запрос, что здесь происходит, юзер отправляет запрос, мы ему с другой таблички поставили драйвер, драйвер здесь всегда есть. И на этот запрос всегда есть тоже юзер-драйвер, и время отцепта вот на такую же штуку, просто драйвер тоже здесь есть всегда. Да, окей, тогда выкинуть null просто. И посчитать просто там. Ну, да, а теперь давай чуть-чуть подумаем про ассэмпшн в полтора часа. Да. Ну, может ли такое быть, что, соответственно, и через полтора часа, допустим, человек отправил заказ? Конечно, может. И такое же совпало, ну, то есть, условно, он находился в каком-нибудь сильно удаленной точке, оттуда, ну, никто не приезжал, приехал тот же самый, вот. Водитель. Ну, то есть, да, это просто заказ висел, там какие-нибудь штуки. То есть, как вот чуть более аккуратно. То есть, понятно, что с точки зрения, понятно, что ошибка, вот, которую мы сейчас обсуждаем, она ничтожно маленькая. Но хочется именно вот, ну, поскольку сдача на SQL, вот, может быть, еще какие-нибудь трюки. А, да, я знаю один трюк, вероятно. Сейчас я еще подумаю. Да, конечно. Немного. То есть, у меня сейчас идея, также через законные функции, мы с unionим, отличное слово, с unionим наши две таблички, только единственное, мы еще укажем, что вот этот, это, ну, дополнительно сделаем колон, да, то, что это request, а это accept. И будем смотреть следующее время, и потом вот это, и все. Это будет один заказ. Да, ну, то есть, как раз можно искать следующее, если оно нул, то, соответственно, ну, значит, заказ не совершился. Ну, тогда давай прославим, проговорю, чтобы уже закончиться с SQL, нам на самом деле нужно найти следующий вызов этого же пользователя, потому что, скорее всего, он не уехал. Вот это был нестандартный ход, очень редко собеседуем, идет по такому пути, и это очень круто. Бизнес-решение, которое говорит, что мы будем запускать наш сервис в тех городах, где средняя зарплата 50 тысяч рублей, ну, или, соответственно, выше. И, ну, у нас нет точной статистики, поэтому мы просто приходим и делаем соцопросы. И, значит, соответственно, приезжают, опрашиваются тысячи человек в одном городе, и получается, что у них средняя зарплата, выборочная средняя, да, вот по этой тысяче, 49 тысяч рублей. А при этом дисперсия 2000 рублей. Будем мы, соответственно, запускать сети-мобилы в этом городе или нет? Ну, суть, что нам надо сделать, в принципе, понятно, да, то есть нам надо построить confidence intervals. Да, сори, что на английском я... Да-да-да, доверительный интервал по-русски. О, да. На русском я проходил все курсы на английском. Да, конечно, я в состоянии перевести. Да-да-да. Вот, соответственно, что это у нас, насколько я помню, то есть нам надо, понятно, выбрать, соответственно, significance level, короче, да, то есть, допустим, 95%. То есть, уровень значимости, допустим, мы предполагаем 95%. Точное значение, я не помню... Ну, формулу можно не написать, можно идейно просто. Да, то есть у нас будет наше average плюс-минус вот это значение от нашего... Можно по-английски, если... Да, статистикового... Да, ну, в общем, да. Да, то есть, ну, это, по-моему, 2,96, но тут я могу ошибаться. Ну, неважно, допустим, ты посмотрел это в таблице, да? Да-да-да. Это точно не предмет нашего собеседования. Да, слава богу, доступно. И, соответственно, на... Ну, насколько я помню, там, среднеквардератичное отклонение, да. А как это зависит? В этой формуле, знаешь, чего не хватает? Да, вот. Вот. Я вспомнил. n не хватает, да. То есть, теперь давай проверим просто по смыслу. При увеличении n, что должно быть с доверительным интервалом? Да, то есть, при увеличении n, он должен снижаться, да, потому что чем больше мы знаем, тем больше мы уверены в своей оценке. Окей. Ну, естественно, что попало 50 тысяч в доверительный интервал. А бизнес наше решение будет какое? А бизнес наше решение будет, что мы туда внедряем, но, возможно, даже в то, что мы ошиблись. Звучит не очень, как решение, что, возможно, что мы ошиблись. Да, ну, потому что у нас все-таки, мы статистики на 100% никогда не уверены, да, и во всех таких делах, и в бизнесе, на самом деле, тоже на 100% мы никогда не уверены. Поэтому у нас попадает, это довольно уверенно, там, насколько я там в уме посчитал, наше значение 50 тысяч, поэтому мы запускаем. Ну, окей. Можно еще эту задачу сформулировать просто в виде вероятности? Того, с какой вероятностью, да? Ну, да, да. Соответственно, вот больше 50 тысяч. Это было, наверное, совсем более корректно. Понятный ответ бизнесу, что там с вероятностью… Да, с вероятностью там, если мы… Ну, каких-то x-процентов, да. Где-то мы здесь. Да, можно посчитать эту штуку. Да. Наверное, самый понятный бизнесу ответ. Окей. Статистикой будем считать, что справились. Давай теперь уже непосредственно бизнес-кейсы решать. Начнем мы с такого бизнес-кейса. Допустим, я захотел провести АБ-тест какого-нибудь интерфейса, ну, например, кнопочки, и попросил своего аналитика раскатать этот бизнес-кейс на Москву и Московскую область. Ну, типа, да, вот, там красненькая кнопочка против зелененькой кнопочки или все что угодно. И у нас получилась следующая история, что версия B выиграла. Ну, выиграла и выиграла. Я говорю, окей, хорошо, а давай посмотрим по отдельности, как в Москве происходило и как в Московской области. Все равно все-таки регионы, ну, так, они хоть и рядом находятся, но там есть какая-то своя специфика. Аналитик пошел, посмотрел и говорит, в Москве выиграла версия A. Я говорю, ну, окей, хорошо, такое бывает. И говорит, и в Московской области тоже выиграла версия A. При том, что, соответственно, в совокупности выиграла версия B. Что будем делать? Я помню название этого парадокса. Это уже прекрасно. Да, это Симпсон парадокс. То, что как раз, если мы разделяем на категории, мы получаем немножко другое, если мы получаем сумму. Но вопрос, что теперь делать. Да, вопрос, да. То есть, как бы мой наводящий вопрос, если бы ты не знал про парадокс Симпсон, мы бы сначала обсудили, может ли такое, в принципе, быть, или аналитик ошибся. Но поскольку ты знаешь о том, что такой парадокс существует, то аналитик не ошибся. Действительно, все данные честные. Если хочешь, я могу сейчас набросать какие-нибудь циферки, чтобы мы на них рассуждали такую табличку. Да, удобно так будет? Ну, давай, попробуем. Давай тогда. Итак, у нас есть, соответственно, общая конверсия на версия А, версия Б. Ну, и, допустим, они вот таким образом распределились. Понятно, что эти просто циферки подобраны, потому что они большие, специально для парадокса Симпсона, разумеется. В реальности у нас гораздо больше масштаба исследований. Ну, давай просто рассуждать вот на этих цифрах, которые есть в этой таблице. То есть, я еще раз их там прокомментирую, что у нас версия Б выиграла в общем случае. У нас тут получилось 289,350, а здесь у нас версия А, 273,350. Соответственно, отдельности по Московской области версия А уверенно выигрывает, и в отдельности в Москве версия А тоже выигрывает. Ну, точного ответа я не знаю, поэтому будем рассуждать. Его никто не знает, мне кажется. Да, в этом и смысл нашего общения, что мы пытаемся к чему-то прийти. Первое, почему так может происходить, это потому, что мы неправильно распланировали наш АБ-тест. Давай поясним, что значит неправильно. Неправильно можно по-разному сделать. Да, давай. Да, то есть, первый вариант, это, во-первых, мы не рандомно взяли наших людей. Да, то есть, не знаю, мы взяли там... Прям вот, насколько можно отнести такую стратификацию к рандомной, там, давай, или нет. Ну, это сложно сказать по 350 людям. Не, ну, видно, что здесь есть какой-то сбаланс. Да, в А и Б, да, то есть, мы, во-первых, у нас отношение до классов, то есть, ну, примерно один к трём, а здесь три к одному. Вот, соответственно, это также немного не рандомно, потому что в теории должно быть одинаковое соотношение... Да, на всякий случай, я это ещё вслух озвучу, что, разумеется, это одни и те же пользователи, то есть, это просто те же самые 350, только другим образом разбит. То есть, это не другой АБ-тест, а именно, да, что просто я не проговорил. Да, да, это просто на всякий случай, да. Это просто сумма. Да, вот. Ну, действительно, изначально же для моего аналитика сначала постановка всех пользователей, а потом я попросил дополнительную стратификацию, поэтому такое могло быть, ну, совершенно спокойно. То есть, поскольку мы не сначала делали АБ-тесты, а потом их джойнили наверх, да, мы сначала сделали АБ-тесты, а потом его распликали. Вот, ну, это, то есть, как бы... Да, это понятно, но всё равно стоит проверить нашу рандомизацию, да, нашу стратификацию в том числе, потому что, ну, чисто случайно, это есть вероятность. Есть вероятность, да, любая, в принципе, она маленькая, да, и выглядит плохо. Согласен, что ещё может быть? Соответственно, также то, что мы неправильно, это по sample size, да, то, что мы взяли недостаточное пока количество клиентов, чтобы судить о том, что победило. Ну, например, 350, это более чем вероятно. Так, ну, давай будем считать, что здесь просто цифры, так, чтобы они наглядные были, поставил. Допустим, будем считать, что... Поставим пару нуликов. Ну, да, можно там, соответственно, докрутить что-то, чтобы они были, то есть, sample size, конкретно на этих цифрах согласен, но глобально будем считать, что просто, ну, чтобы не писать портянки, да, я взял вот. Да, 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 ну, это просто как вариант. Да, хорошо. Так, это то, что мы неправильно спланировали АБ-тест. Что ещё мы могли неправильно сделать? Ну, во-первых, да, и, ну, это связано с sample size, да, это как раз то, что я хотел сказать, да, по поводу P-value, то есть, да, ну, здесь, конечно, вероятно, что оно статистически значимо, ну, вопрос значимости, да, понятно, что вопрос порога, то есть, понятно, что условно, ну, во-первых, ответ такой, что я всегда могу, во-первых, P-value подобрать так, чтобы все они точно были статистически значимы, но здесь даже на нормальном уровне, ну, видно даже, да, что вот здесь, там, здесь, какого-то, 78 против 83 на 350 выборке, в общем, можно, в общем, в этом не особо сомневаться, но окей, да, можно поиграть в P-value, согласен, тоже стоит рассмотреть гипотезу, а какие у нас, может быть, бизнесовые инструменты и вообще выходы из этого кейса есть, то есть, понятно, что, ну, ситуация непростая. Какие могут быть бизнесовые, ну, понятно, что первый бизнесовый вариант – это провести еще один раз АБ-тест отдельно для Москвы и отдельно для Московской области. С правильным сплетованием. С правильным сплетованием, с правильным, там, и с размером и там подобное. Это один вариант, если он не суперзатратный. Да, это важно, кстати. Так, и если он, допустим, затратный, или еще какой-то вариант мы можем предложить. Ну, всегда есть вариант ничего не делать, оставить как есть. Ну, так, а какой вероятный вариант же ничего не делать? Просто вот крутить АБ-тест, поставить так? Не-не-не, имеется в виду, вот у нас есть, у нас же есть существующий уже функционал, допустим, зеленый, да, кнопочка, а мы сравниваем ее с красным. Если у нас такие несовпадения, и мы не уверены, можем просто оставить зеленый, как бы ничего не делая. Ну, не знаю, вот здесь очень сомнительно, на самом деле, я не стал здесь давать негативный фидбэк, собеседуемо, чтобы просто его не сбивать, потому что в целом он шел хорошо. Но звучало это, конечно, не очень, и я для себя ответил небольшой минус. Ну, окей, такой вариант, согласен, и есть, согласен, да, его тоже можно рассмотреть. Да, то есть, чтобы все было отсортировано, то есть это... Да, да, оставить как есть, окей. АБ-тест провести новый. И оставить как есть. Ну, то есть, в конечном счете, бизнес хочет определиться, конечно, что поставить. То есть, понятно, что оставить как есть тоже, в принципе... То есть, тоже может быть, да, вариант. Можно зафиксировать в правилах компании, что если мы встречаем парадокс Симпсона, мы оставляем как есть. Ну, не совсем. Во-первых, а, ну, и с точки зрения вот тоже неправильного АБ-теста, возможно, мы не учли там сезональность, да, то есть, возможно, мы запустили просто на пяти днях, а выходные не забрали. Ну, давай считать, что такого нет, то есть, действительно, нормально было АБ-теста, что, ну, как бы, сезональность... Мы конкретно пытаемся разобраться с парадоксом Симпсона, а не уже с другими вещами. Ну, понятно, один вариант — это продолжить пока АБ-тест. Нет, это всегда вариант, но это также связано с этим. Так, какой еще есть? Да, ну, продолжить, потому что, может быть, это какая-то новая функциональность, там, что-то люди непонятные, там, и потом, то есть, у них уже стабилизируется их конверсия. Ну, окей, давай еще такой вопрос. В принципе, гипотез достаточно хороших, интересных нокидал. Обсудим вопрос, он довольно важный. Можем ли мы объединять эти группы? Часто парадокс Симпсона вообще возникает, когда мы объединяем две не сильно связанные между собой группы. Я приведу пример. Типа мы объединяем, условно, группу до 18 лет с, не знаю, пользователями из Иктывкара, например. Ну, например... Да, ну, то есть, и они, там, условно, что они не пересекают, ну, например, и тогда, действительно, в таких кейсах возникает парадокс Симпсона, но это решается тем, что мы, как бы, объединяем группы, и, в общем, как бы объединение, в общем, некорректно, так нельзя делать. Ну, и здесь, вот, кажется или нет, или вот здесь есть причина, по которой, например, нельзя объединять наверх, тогда, собственно, один из хороших способов решения парадокса Симпсона глобального. Он стоит в том, что мы пытаемся доказать или, там, как-то аргументировать то, что вот эти группы наверх нельзя объединить. Ну, то есть, вот, например, у нас есть пользователи с Иктывкара и пользователи до 18 лет, и мы их, там, и там выиграла версия B, потом мы их объединили, и выиграла версия A. Ну, понятно, там, в общем, довольно интуитивно понятно, что объединять наверх здесь нельзя, не совсем корректно. Да, вот. Парадокс Симпсона может и не возникать по этой причине. Вот здесь, как ты считаешь, можно эти группы объединять или здесь есть какой-то подвох? Если нет, то, в принципе, мы не говорим, гипотез. Ну, это смотря какой у нас, понятно, то есть, какой у нас бизнес, да, от чего он зависит. В общем, наверное, не стоит объединять, потому что поведение людей Московской области, как бы, отличается от Москвы, ну, понятно, тоже от какой Москвы. У нас сейчас Москва довольно большая, вот, но в среднем она отличается. И это, конечно, не тот же пример с до 18 с Эктывкаром, но что-то похожее. Давай еще ответим на такой вопрос. Как думаешь, вообще в целом, где пользователей у нас больше, в Москве или в Московской области? Ну, в Москве, очевидно. Да, то есть, на самом деле, понятно, что здесь выборки, они более-менее одинаковые, и это может сильно сместить. То есть, по-хорошему, действительно, правильный поинт про правильное сплитование, действительно, если мы сделали такой тест и попали на парадокс Симпсона, один из самых, так сказать, честных способов, во-первых, внутри здесь правильно расплитовать, во-вторых, сделать эти выборки в Москве и Московской области пропорционально общему, ну, там, не знаю, количеству юзеров и так далее. Вот, ну и да, есть, как бы, другие бизнес-решения, что пока можно действительно оставить как есть, если мы не уверены. Ну, то есть, действительно, если мы встречаем парадокс Симпсон, на практике нет однозначного решения, то есть, нельзя, на то он и парадокс, почему на него действительно много обращают внимания. Это был вопрос про парадокс Симпсон. Мне, на самом деле, было не так важно, знает ли ему и собеседуемый парадокс Симпсон или нет, скорее было важно, как он разбирается со сложной ситуацией. И, в принципе, было даже хорошо, что он его не знает, он знал название, но не знал основных идей, как с этим работать. И в этом случае мне очень важно, чтобы человек нагенерил как можно больше гипотез. Пытался посмотреть на этот парадокс с одной стороны, с другой стороны, предложил какие-то свои собственные решения. Пусть они, может быть, не всегда правильные, но важно, что человек действительно может с такой сложной задачей справляться на практике. То есть, когда появляется для него новый кейс, новая сложная сдача, он действительно видит и пытается найти какие-то разные решения. И, кстати говоря, у нас так и не прозвучало правильного, может быть, ну, или максимально правильного ответа в рамках собеседования. Поэтому, если у зрителей этого видео есть какие-то свои комментарии, свои идеи, пожалуйста, оставляйте их под видео. И самый лучший комментатор получит приз в виде возможности пройти у нас настоящее собеседование. Давай решим еще одно. Скажи, пожалуйста, ты какая-нибудь пользовалась нашим приложением? Да. Вот. Чудесно. Ты наверняка знаешь, что у нас есть, соответственно, тариф эконом, комфорт, комфорт плюс, там бизнес, доставка. Доставка и так далее. И к тебе приходит продукт менеджер и говорит, я придумал новый тариф и хочу назвать его эконом плюс или комфорт минус. Вот. И вставить его, соответственно, между экономом и комфортом. И у меня для этого все есть. У меня есть для этого, соответственно, машины специально подобранные, у меня есть там водители и так далее. Я хотел бы, соответственно, попросить твоей помощи провести такой эксперимент и как-то понять, хорошая моя гипотеза или нет. Ну, мы считаем, что у нас технически, то есть мы сейчас вот не будем уходить там про техническую обстановку серии, что приложение нужно правильно выкатить, там водителя найти. То есть у нас все технически все заряжено. Наши разработчики идеально справились, могут выкатить, вот. Все как нужно, соответственно. Да. Ну, наши разработчики именно такие. Вот. Как нам провести такой эксперимент и, соответственно, ответить на вопрос, нужен ли нам такой тариф в нашем бизнесе или нет? Ну, я бы начал с момента такого, да. То есть у нас каждый тариф чем-то знаков, да. То есть это не только цена, но это и машины. Да. Будем считать, что у нас вот есть в эконом плюс, мы нашли какие-то специальные машины, не знаю, там, например, Хаммером решили, что у нас эконом плюс будет на Хаммер. Ну, какой-то новой машине, то есть они никак не пересекаются. Ну, для простоты, вот. То есть и мы там специальным образом какие-то другие аналитики посчитали цену или, там, не знаю, специалисты по прайсингу. То есть у нас вот про тариф, мы, все он выбран, просто вот нужно протестировать. Окей, да, вопрос тогда нет. Потому что мой первый был пункт, то, что мы уже не зря такие тарифы сделали, и машины там, между ними уже нет никакого класса, скажем так, машин. Я согласен, что на самом деле, да, это немножко модельный, разумеется, пример. Да, так, значит, у нас… Ну, если хочешь, это может быть тариф, например, джип, его можно поставить между комфортом и комфортом плюс. Кто-то, например, любит на Хаммерах, там, на больших внедорожниках есть, назовем тариф, там, не знаю, большая машина, и поставим его там где-нибудь. Ну, если, ну, просто здесь… Да, то есть нам надо вначале определиться, а что значит вообще успешный, да, то есть вот мы запустим тариф, и что значит вот успешный, не успех. И продукт-менеджер – это вопрос, собственно, тебе. Ты же аналитик, давай метрики какие-то посмотрим. Я просто в идее, в продукт, все для людей, для счастья пользователей. Какие метрики? Да, давай вместе посмотрим. Да, да, да. Давай придумаем вместе. Да, первое. Так, сейчас. У меня уже с первым пока проблема. То есть как… То есть это с точки зрения, во-первых, проложения, да, то есть это, ну, какие-то стандартные метрики в общем, да, вырастет ли там какой-то DAO, MAO и тому подобное. Там, возможно, если мы там как-то повышаем, то средний доход на активного клиента, да, или на обычного клиента. Да, допустим, денежные метрики, да, там, будем считать ее какую-то там выручку на пользователя и что-то такое. Да, да. Ну, плюс у нас также есть там конверсия, потому что когда человек заходит, он может и уйти, да, то есть там много есть причин, цена не устраивает. Ну, есть отток, наверное, скорее, потому что конверсия, она как-то связана с этой штукой все-таки. Ну, наверное, да. Ну, давай, да, назовем это в общем метрики какого-то там клиентского взаимодействия, действительно, важное, типа ретен, то есть типа ретеншн или отток, а действительно, что если у нас выручка растет, при этом растет и отток, то в будущем… В будущем, скорее всего, выручка тоже начнет падать. Да. С этим согласен. Ну, с точки зрения клиента, да, то есть, допустим, возрастет ли в среднем там чаевые, я не знаю, как-то мы это делаем, оценки и тому подобное. Ну, про чаевые, наверное, нет, это все… Ну, ладно, окей, мы здесь сделали денежные. Да, денежные, отток согласен, в принципе, мне кажется, метрик достаточно, может быть, если какая-то важная тебе сейчас приходит в голову, давай запишем, такие маленькие, типа чаевых, наверное, Ну, это все завязано, да, на ретеншн. Ну, они, да, они просто коррелированы с ретеншном, согласен. Ну, допустим, выбрали, вот, не знаю, там, доход в какой-то, там, какой-то ипостаси, сейчас не будем уточнять, ну, допустим, там, ретеншн. Теперь уж, ну, с метриками определились, что дальше, как будем проводить эксперимент? Ну, понятно, то есть, что нам надо первое, то есть, разделить пользователей на А на Б. У одних мы этот тариф показываем, у других мы говорим, что джипов у нас нету. Ну, да, допустим. Не видишь ли ты каких-то проблем, может быть, при проведении АБТ-теста? Ну, много проблем тут, возможно, как с обычным АБТ-тестом. С этим я согласен, да. Ну, тут понятно, что в какой-нибудь Москве, да, на джипы больше обращают внимания, ну, будут больше обращать внимания. Ну, допустим, мы раскатываем в том регионе, где, ну, там, условно... А, Москва добавить, да? Да, условно, это необязательно джип, но, то есть, как бы, он выбран так, что, в целом, в нем есть какой-то смысл. Затраты нам надо также посчитать. Ну, будем считать, что затрат на АБТ-тест никто не считает, типа, вот. Ну, я имею в виду вот на этот тариф, да. То есть, допустим, если у нас затраты на вот этот новый тариф намного выше, чем остальные затраты на другие тарифы... Ну, давай будем считать, что все-таки там на организацию тарифа, да, то есть, на самом деле, затраты – это найти водителя, там, еще что-то такое. Машины, да, да. Но будем считать, что все заряжено. Давай я попробую подсказать. Допустим, так сложилось, что вот в версии B 100% пользователей, ну, там, 99, если хочешь, там, да, очень большое число, начали пользоваться новым тарифом. Ну, то есть, прям, очень большое, прям, очень значимое. Как-то это может на что-нибудь сказаться вообще? Ну, это понятно, что это может, это слово такое, каннабализировать остальные тарифы, да, то есть, остальным тарифам, соответственно, будут меньше пользоваться. А как-нибудь это, ну, а что это с точки зрения ботеста для нас, значит? Так, сейчас это надо подумать, то есть, когда мы не показываем, а, ну, здесь, ну, вон, когда мы показываем, допустим, этот тариф, как он будет влиять на другую группу? Ну, может, такого влияния нет, это я просто... Да, я просто думаю, что возможно или нет. А на другую группу? Ну, да, я просто... Да, можно разрушать вслух, конечно. Да, то есть, допустим, вот ты увидел, у тебя есть, соответственно, тарифы и вот наш джип. Мне прислали вот без этого тарифа. Ну, во-первых, это, понятно, эффект такой новизны, да, потому что новизной все пользуются в начале. Да, это хороший поинт. И поэтому, как бы, в начале то, что у нас будет там 100%, это фигня. Ну, хорошо. Поведение потом спустится на стабильное. Ну, в теории, на стабильное. Да, допустим, ну, на практике вряд ли будет 100%, но неважно. Действительно, есть такой эффект, часто он наблюдается, что когда мы что-то вводим новое, особенно если мы там промоутируем и так делаем агрессивную рекламу, что теперь у нас есть какой-то новый тариф, действительно, есть такой эффект. Это хорошее очень замечание, но речь сейчас немножко не об этом. Я понимаю, что я делаю в чем-то простом, но сейчас я, да... Ну, давай вот представим просто. Давай у нас есть пользователи, там обозначим их как users, да? Вот мы их здесь сплетанули на A, B. И есть drivers. Теперь есть еще вот наша new, ну, там вот Jeep, то, что назвал там новый тариф. У нас получается, что пользователи, ну, условно, 100%, какая-то очень большая доля, там, и здесь маленькая какая-то еще к другим. А пользователи A обращаются только к drivers. А, ну, мы тогда... Что, да, вот как, понимаешь, к чему я говорю? Да, да, да. То есть, ну, мы, по сути, их, ну, да, мы их не можем сравнить. Просто если мы будем их сравнивать по общим каким-то там ретеншинам, то есть это будет, ну, это может быть, будет корректно, но мы не можем сравнить, допустим, вообще, как влияет, по сути, эффект вот этой новизны нашей, но нового тарифа. Ну, здесь не уже не про новизну. Ну, новизну, я имею в виду нового тарифа, да. Про именно разделение. То, что у нас вот A не имеет возможности пользоваться этим тарифом. Вот это было прям совсем, честно говоря, не очень. Я сначала даже при расстроился, потому что, если вы проходите реальное собеседование, конечно, нужно гораздо более внимательно слушать тот вопрос, который вам задают, внимательно к нему относиться. Ну, давай уже так совсем подскажу. Смотри, когда мы... Раньше у нас как было до появления? Да, ну, да. Вот A пользовались, да, соответственно, B, а потом мы ввели новых. И тем самым количество драйверсов у нас не уменьшилось. Ну, они же никуда не делись. Ну, да. Ну, значит, для пользователей в сегменте A водителей будет, условно, в два раза больше, если мы 50 на 50 сплитуем. Ну, потому что вот эти все ушли сюда, к каким-то новым водителям. Здесь водителей осталось больше. То есть, больше водителей, быстрее подача, меньше цена. Понимаешь? Да, я понимаю, я просто думаю, ну, это если, да, допустим, ушли. Это если 100%? Да, 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 тогда, да, понятно. Ну, это просто выраженный случай. Здесь он прям явно этот эффект наблюдает. Это называется штука сетевым эффектом. Он здесь прям явно наблюдается. Окей, разобрались с этим, а теперь давай подумаем. Ну, естественно, такого никак не будет. Понятно, что не будет пользоваться новым тарифом 100%, но какой-то процент и будет. Собственно, первое, ну, во-первых, теперь вернемся к эксперименту. Мы можем действительно провести АБ-тест, но тогда нам нужно быть аккуратным. Есть специальные техники. Если ты их не знаешь, мы сейчас не про это, есть специальные техники, как проводить такой эксперимент. Но мы пытаемся именно с бизнесовыми какими-то там, не знаю, способами как-то этот сетевой эффект сейчас нивлировать. Давай подумаем в эту сторону. То есть как можно, или, может быть, не АБ-тест проводить. То есть нам нужно как-то в любом случае провести такой эксперимент. Это действительно важно, внедрение нового тарифа, и мы не можем, соответственно, ну… Ну, понятно, что мы, конечно, можем там какие-то фокус-группы заказать исследование там у Нилсона или там у кого-то еще. Ну, я думаю, что это для нас… Не, не, именно вот, да, в рамках там… То есть как мы можем нивелировать этот эффект? Да, ну, во-первых, давай тоже второй предельный случай рассмотрим, когда новым тарифом пользуются 0%. Ну, то есть может такое быть, мы действительно делаем АБ-тест, и у нас 0%. Понятно, что в этом случае сетевого эффекта точно нет. Да, понятно. То есть этот случай у нас получается здесь 0%. Ну, вот новым тарифом пользуются, поэтому, по сути, ничего не изменилось там в такое. А скажи просто, во-первых, может ли быть успешным этот эксперимент, ну, с точки зрения бизнеса, если мы внедрили тариф, а 0% пользователей им пользуются? Может ли он быть? В теории, да. Да, потому что мы же смотрим, как он повлиял на наш бизнес, да, то есть если, допустим, им никто не пользуется, но из-за него пользуются чем-то другим, мы вообще только рады, и мы его оставим. Это хороший поинт. Блин, вот это было, кстати, очень круто. Я прям такой думаю, вау, ну, блин, вообще огнище, хотя человек вообще не знал эту задачу, он прям так к ней относится. Да, соответственно, да, то есть в принципе, поэтому мы уверены, что 100%, разумеется, не будет. Мы можем, а как можно примерно, или какой-нибудь подход, понимаешь, что там требуются данные, как-то оценить, и когда сетевым эффектом мы можем пренебречь? Может быть, есть какая-то у тебя там гипотеза, идея, как вот. Ну, то есть понятно, что в нуле точно мы можем пренебречь, потому что его нет. А в одном проценте, наверное, если один процент будет пользоваться новым тарифом, в общем, мы, наверное, тоже можем пренебречь. А когда 100, точно не можем. То есть где-то, где-то вот есть эта грань, да, давай мы можем попробуем как-то там, ну, один из там простых способов, либо попытаться как-то ее оценить, либо пытаться как-то технически, может быть, к ней прийти, или что-то еще такое сделать, чтобы как-то провести эксперимент. Так, то есть в чем у нас проблема? Да, то, что у нас здесь получается, сейчас, то есть тут получается у нас остается больше водителей. Да. И, соответственно, от этого там увеличиваются все хепиметрики. Да, вот. Может быть, соответственно, ну, сейчас давай пока попробуем с этим разобраться, может быть, вот с этим еще поработать можно из-за того, что метрики у них растут, там что-то с этим поделать? Ну, во-первых, понятно, мы можем, допустим, разное соотношение групп выбрать в нашем АБТ-есте. Ну, какое-то... Ну, допустим, да. Допустим, 90 на 10. Да, 90 на 10. Окей, хорошее решение. Тогда действительно сетевой эффект, если он будет, то он будет маленький. Да, минимальный. Так, второй. Ну, так себе, конечно. Можно генерить любые гипотезы. Да, и гипотеза то, что какой-то x процент водителей отправить в отпуск, допустим, из группы А, чтобы, допустим, средние значения были теми, что и до. Ну, мы, наверное, не можем, потому что водители... У нас нет водителей группы А. Тогда нам нужно сплетовать водителей. Можно сплетовать водителей. Это возможно с этим. Хорошая мысль. Если ты ее докручишь до конца, будет вообще здорово. Вот если сплетовать водителей, то... То есть, что мы хотим? Мы хотим сплетовать юзеров. Ну, мы уже их, собственно... Да, и сплетовать водителей. Да, drivers. Ну, это прям сложно. То есть, это есть такой подход, но тут прям много нюансов. Ну, давай хотя бы на каком-то уровне попытаемся это сделать. Да. Так. Сейчас нам важно понять, допустим, как их правильно сопоставить, да? Зарандомизировать. Да, здесь еще нужно понимать, что как только ты делаешь... Ну, давай, ладно, договори, потом я начну что-нибудь подсказывать. Да. Так, то есть, мы здесь разделили на А на Б, где вот здесь вот у нас новый тариф. Угу. И нам его надо как-то сплететь. Не-не, это совершенно новый тариф. Вот условно мы решили там... Ну, новые какие-нибудь машины вышли, которые мы решили вот отнести там, не знаю. Здесь еще вопрос. Вот эти водители на новых машинах, они раньше с нами работали? Или они только благодаря вот этому... Ну, будем считать, что ну, давай вот просто представим, что это либо джипы, либо, не знаю, новые электрокары вышли, вот у нас появился тариф, да, но просто, чтобы вот как бы все эти случаи будем называть его там эконом-электро, ну, там как-то. То есть, это действительно все вот новое. Ну, здесь тоже, да, проблема то, что у нас как бы в одной сплитовке только вот эти машины, а в другой это надо их как-то перемешивать, наверное. Хотя, зачем? Да, это, наверное, сложная штука. Ладно, давай... Как вариант, который мы можем подошли. Да, можно про это потом подумать, просто здесь действительно придется очень много докручивать. Хорошо, давай вернемся действительно вот к этой гипотезе, там 90 на 10 поделили. После этого мы получили примерную оценку, сколько пользователей переходит в новый тариф. После этого мы можем, ну, во-первых, если это будет там около нуля, то, наверное, мы можем восхотять на всех, ну, там 50 на 50 сделать, да, поскольку там сетевой эффект. Если будет много, соответственно, будем считать. Дальше можно каким-нибудь еще способом начать сплетовать, соответственно, группа, например, из группа чуть-чуть... Закидывать туда. Вопрос. Вот это, как посчитать, сколько нам закинуть, да? Ну, можно просто... Это довольно сложная задача, давай просто ее как-то там наметим или двинемся дальше, если это... Если задача уже утомила, просто мы столько ее обсуждаем. Не, ну, подумать-то надо еще. Так, ну, как... То есть один из вариантов, да, то есть мы докидываем там по одному проценту, да, и сравниваем статистическую значимость между нашими средними оценками какими-то. Там, и если оно значимое, мы вот на этом и останавливаемся. Вот, ну, вот этот вариант. Ну, то есть, да, идея такая, действительно, что мы можем увеличивать, при том, что нам нужно, соответственно, да, мы как раз в самом начале с тобой сегодня говорили про несбалансированные АБ-тесты, вот они и появились. Да, то есть на самом деле, действительно, проблема несбалансированного АБ-теста, здесь еще сетевой эффект намешан, поэтому здесь вообще все очень сложно. А у нас еще, соответственно, то, что мощность у него меньше, и поэтому у нас, соответственно, нужно вот балансировать между этой тонкой гранью, что мы и находим статозначимый эффект, если это получается, или, соответственно, и боремся с другой стороны с сетевым эффектом, и еще в третьем, соответственно, нам нужно получить тот размер эффекта. Ну, то есть понятно, что если выигрывать версия А, где больше, это еще ни о чем не говорит скорее всего да потому что как раз сетевой эффект как наступает еще здесь нужно дисконтировать как то то есть тоже можно вот метрики вот здесь посчитать ну то есть условно мы знаем что если здесь 10 процентов пользователей ушло на 10 процентов получили значит можно пронормировать на эти это очень нелинейные оценки потому что понятно что соответственно да вот собственно с такими задачами мы сталкиваемся каждый день и поэтому довольно интересно да поэтому нам как раз вот нужно чтобы соответственно иметь разные подходы и соответственно очень глубоко понимать как раз оба тестирование и все его возможные нюансы давай с этой задачи наверное закончим на мой взгляд это достаточно интересный бизнес кейс с одной стороны он помогает понять как собеседуемый подходит к построению экспериментов а с другой стороны в нем есть небольшой подвох виде сетевого эффекта несмотря на то что в россии достаточно много аналитиков и дейта сайтистов не все из них могли поработать с сетевыми эффектами поэтому это вдвойне интересно мы собеседуем достаточно хорошо распознал даже предложил некоторые варианты как с ним можно работать давай представим что ты водитель city mobile при этом ты обладаешь черной магией дейты сайенсом и помнишь все свои поездки нити хранится в базах данных плюс ты там супер можешь любым алгоритмом пользоваться и у тебя есть такая ситуация ты значит едешь у тебя заканчивается завершается поездка а если ты пользу нашим приложением ты видел что иногда бывает так что у человека у водителя закончилась поездка ему сразу приходит новый заказ он завершает этот такое происходит к сожалению пока не всегда и допустим у тебя как раз произошел такой печальный случай что ты значит закончил поездку нового заказа пока нет или находишься в какой-то точке там у тебя есть две опции первое ждать что довольно довольно неплохая опция вторая опция не ждать и поехать куда-нибудь где ты считаешь что там лучше больше вероятность принять заказ соответственно куда-нибудь поехать чтобы совокупно заработать денег чего я хочу я хочу чтобы ты составил оптимизационную задачу конечно нужны данные чтобы ее полностью решить но будем когда-то будем доходить до каких функций считать что мы их умеем вычислять да я хочу чтобы ты стал оптимизационную задачу которая отвечала на вопрос собственно ждать в этой точке там или поехать куда-то если поехать то куда важно понимать что когда мы едем куда-нибудь мы расходуем бензин условно если ты куда-то поедешь а там с такой же вероятностью примешь заказ то большому счету ты соответственно уходишь в небольшой убыток да то есть мы для простоты считаем что у нас вот ну там только расходный бензин то есть мы там не считаем амортизацию машин еще всякого это просто вот есть кост который мы умеем считать поскольку у нас там есть вся статистика и так далее давай попробуем составить такой оптимизационную задачу подумаем какие данные для этого нужны вот соответственно ну и сверим с теми доступными которые у тебя есть вот так но нам важно понимать что мы не знаем остальных данных мы только знаем свои данные у нас есть вся весь лог поездок мы считаем что у тебя в голове база данных всех вообще поездок за все твое время именно мое только только твои да так ну и будешь так достаточно много всех было не одна там а там не знаю там сотня ну то есть как какая-то приличная база данных общем у тебя есть доступна тебе ну понятно так первое что нам надо понятно это там затраты на бензин на какие-то у нас есть мы знаем сколько они на километр там да что я думаю о втором так я нарисую мини москву допустим москве выдают ну там какие-то улочки и так далее и соответственно у нас есть какие-то точки протяжения где мы чаще всего начинали поездки ну давай начнем сначала может быть конец начать пока да да то есть мы можем там разные способы там не знаю кластеризации и тому подобное и вот допустим у нас вот три точки откуда мы чаще всего забирали клиентов так первое что нам надо это посчитать ну и мы вот тут крестик допустим мы можем посчитать расстояние до этих кругов но до этих наших точек протяжения да то есть это просто какой-то дистанции ну да и посчитать стоимость поездки туда теперь нам надо посчитать определенную вероятность того что мы в можно не в данный момент а допустим через x 15 минут можно кстати зависимости от дистанции а то есть мы посчитали не знаю пять минут 15 минут 25 минут теперь нам надо посчитать вероятность того что там будет клиент если мы туда приедем это клиенты достигаешь ну хорошо даже мы как бы супер образно пишем туда да 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 как мы это можем сделать во первых у нас понятно что есть данные по времени да ну и понятно что это по дням на дням неделями веков дэй так мы на самом деле нам надо здесь по большому счету мы можем для каждого полигона ожидать рассчитать вероятность то что мы там третьим клиентом потом мы можем по какой-нибудь евристике вот эту вероятность умножить на нашу стоимость до поездки нет сейчас ну давай и не совсем да нам надо эту вероятность умножить на предполагаемую прибыль от поездки предполагаемую прибыль может на профит соответственно этот профит я думаю что он тоже зависит от этих сам простой случай что наши вот эти сегментации начала и конца там примерно одинаковые вот и соответственно умножаем на профит и это предполагаемая как бы уровень и и потом мы это уровень и нам надо сравнить с минус действий нас умножить на кост вот такая функция соответственно если она больше нуля можно ехать ну наверно если она больше там на 10 рублей в лениво будет иногда ехать но если чисто по математике то да ну здесь нужно чуть-чуть не докрутил да еще надо сравнить как то с тем что ждать у тебя что полигоне собственно есть это я забыл так соответственно ждать суть а есть просто вот такая же да то есть мы должны оценить вероятность того что мы встретим клиента тут 0 0 и ну скорее всего на данной картинке она тебе будет довольно меньше может ты уже находишься в одном из этих да-да-да-да я веду на наши так мы умножаем тоже на какой-то предполагаемый уровень ну да соответственно здесь минус 0 просто да и и потом сравниваем вот эти величины ну здесь в принципе все хорошо единственно что еще здесь нужно как-то учесть время что пока ты едешь да вот у тебя вероятность менять да то есть на самом деле что ты можешь ожидать пять минут на своем месте и вероятность с 10 а вырастет за пять минут вот но в целом да просто формула громоздки если мы можно еще по t перебрать данное что тебе нужно сравнивать ожидание здесь вот за пять минут с тем что ну условно ты лишь там пять минут куда вот в целом все ок мне кажется мы прошли там успешно по всем вопросам мне в целом понравилось как слушать подсказки меня очень порадовало что знаешь про парадокс симпсона несмотря на то что он суперсложный мы попытались все таки разрешить и даже достигли в этом каких-то успехов ты не знал про сетевой эффект но понятно что с ним мало где можно столкнуться действительно это не так много сервисов которые реально с ним борются и работают с ним поэтому да это не абсолютно ничего страшного то что ты каких-то вещей не знаешь это абсолютно нормально хорошо что мы с этим попытались разобраться и в принципе тоже достигли каких-то успехов ну и понятно сквилл это очень здорово ответил в принципе там вообще никаких вопросов нет поэтому да я тебя приглашаю в следующий тур на шайчарах тебя обязательно перезвонит спасибо большое спасибо целом мне очень понравилось как марк проходил собеседование несмотря на то что он не на сто процентов качественно ответил на все вопросы тем не менее многие задачи он пытался решить по максимуму даже если встречал их первый раз это было очень здорово такой подход мне всегда нравится когда я рассказала о посвящении ролика блогеру из все работы хороши знакомы с ним зрители вероятно ожидали тайных засланцев сетимобил скропотливым разбором трудовых договоров и съемками скрыты камеры сорян что не оправдал ваших ожиданий друзья но в таком подходе и нет особого смысла во первых очень мало тайных засланцев может вот так взять и пройти собес типа того что был сегодня долго будем искать во вторых договоры на офисные позиции дата спецов все более менее стандартные никакой жести со штрафами обязанностью собирать мебель и там я не знаю петь гимн по утрам там не будет будет разве что условия нди не разглашение коммерческой тайны да и тут никого уже не удивить в третьих для дата спецов как любых менеджеров управленцев качество комфорт работы гораздо больше определяется уровнем команды и сочетаемостью с ней конкретного сотрудника чем трудовыми договорами и бесплатными обедами из всяких обзоров засланцев здесь опять же критическая масса информации для принятия решений у вас теперь есть благодарю за выпуск команду сити мобила наших звездных гостей артема нигири и анастасе никурину кстати обязательно подписывайтесь на них в социальных сетях ссылки в описании и отдельный низкий поклон продакшн команде легкие сереги и максимум ребята без вас я никуда благодарю вас уважаемые зрители что досмотрели сей ролик до конца искренне верю что он помог закинуть пару интересных мыслей вам головы кстати поделитесь этими мыслями в комментариях как и самим видео с друзьями за активность и поддержку шоу вам мой дополнительный респект тут снова ссылки на социальные сети куда вас категорически приглашаю особенно в telegram там движуха кстати если хотите принять участие в следующем шоу пишите на почту youtube собака плесебилита . про с пометкой нанято кандидат или нанято интервью и организуем на этом все всем пока и до скорого занавес а